В московском регионе уже установилась среднесуточная температура, равная 7 градусам и выше. Для водителя это сигнал переходить на летнюю резину. Однако синоптики предупреждают о возможности мокрого снега и похолодания в конце этой недели. Вопрос, стоит ли переобуваться, ответ в нашем сюжете. Сотрудники шиномонтажных мастерских заметили, что, как правило, к майским праздникам большинство автолюбителей переходят с зимней резины на летнюю. Так Валерий Иванов не стал дожидаться мая и уже переобул авто. Во-первых, погода часто менялась и непонятно было, выпадет снег или нет. И как бы погода устаканилась и как бы уже пора, чтобы не портить зимнюю резину, поставить летнюю. Использование резины, соответствующей сезону, помогает сохранить ее свойства и гарантирует безопасную езду. Ну, летом, во-первых, она размягчается, вы убиваете свою резину. Если резина шипованная, автоматом вылетают сразу все шипы. Иначе это очень аварийно. Я считаю, что уже пора. Я лично сам все поменял. Пока еще в шиномонтажных мастерских нет больших очередей, поэтому визит в салон займет около 40 минут. За это время мастер снимет и очистит диски, демонтирует зимнюю резину, поставит на ее место летнюю, подкачает колеса. Важнейший этап шиномонтажа – это балансировка. Она нужна для того, чтобы предотвратить вибрацию во время движения на скорости более 100 км в час и для того, чтобы сохранить подвеску автомобиля. В течение последней недели среднесуточная температура в округе колебалась вокруг отметки в 10 градусов тепла. Это оптимальное время для шиномонтажа. Тем, кто не спешит с заменой покрышек из-за возможного приближающегося похолодания, специалисты советуют не поддаваться панике. Я считаю, что летняя резина, если она не лысая, она держит температуру, допустим, от минус 5 градусов. То есть у нее свойства сохраняются. Вы уже поменяли резину на летнюю? Да, поменял. А вот синоптики обещают, что еще заморозки будут. Не боитесь, что поторопились? Да нет, заморозки-то в ночное время будут. С 2015 года в России действует технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, обязательный для всех стран Таможенного Союза. Согласно документу, запрещается ездить на автомобиле с шипованной резиной с 1 июня по 31 августа. Использование фрикционных покрышек или липучек в летнее время не регламентируется. Но производители шин предупреждают. Эксплуатация зимней резины при температуре от 10 градусов выше нуля делает железного коня трудноуправляемым. Александра Таймей, Александр Асеев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.